Бег – самая доступная и универсальная спортивная нагрузка. Особенно полезно бегать по утрам. Но только в том случае, если вы бегаете по тенистым алиям парка или освещенным лучами солнца дорожкам стадиона, а не по дому с криками о том, что вы проспали и опаздываете на работу. Утренняя пробежка принесет пользу только в том случае, если вы готовы к ней физически и морально. Тогда она заставит ваши мышцы поработать, освежит мысли, зарядит на целый день хорошим настроением и силами жить и радоваться происходящему вокруг. В противном случае вы рискуете пополнить широкие ряды тех разочаровавшихся в беге людей, которые после первых неудачных попыток сформировать у себя эту полезную привычку забросили кроссовки. На антресоле и зареклись покидать теплую постель по утрам ради сомнительного, на их взгляд, удовольствия пробежаться по утренней росе, остывшему за ночь асфальту и другим доступным в окрестностях. Дорожным покрытием. Что ж, каждый имеет право на свое мнение, мы лишь заметим, что, скорее всего, причина неудачи в неправильном подходе к занятиям бегом. Энтон Пепеп? Бегом, как и любым другим видом спорта, нужно уметь заниматься. На первый взгляд кажется, что это чуть ли не самое естественное, после лежания под одеялом и неторопливой ходьбы, движение для человеческого тела, и оно само знает, как правильно бегать. На самом деле спортивный бег, способный принести пользу и не навредить здоровью, требует гораздо более вдумчивого подхода. Значение имеет время, место, одежда, состояние здоровья в целом и отдельных органов в частности, а также дыхание, положение тела и просто моральный настрой. Все в комплексе эти составляющие позволяют заниматься бегом правильно и с его помощью становиться сильнее, здоровее и красивее. О том, как этого добиться, с чего начать и как правильно заниматься бегом, мы и предлагаем вам поговорить в этой статье. В ней попробуем дать лаконичные, но максимально емкие рекомендации и подсказки, которые сориентируют вас на первых порах и дадут, смеем надеяться. Стимул хотя бы попробовать бегать, если... Не по утрам, то в любое другое подходящее лично вам время суток. Спортивный бег, от теории к практике бег не выходит из моды вот уже не одно тысячелетие. Согласитесь, что это внушительный стаж, заслуживающий и внимания, и уважения. Основателями беговой традиции считаются участники первых олимпийских состязаний, которые изначально проводились только в этом виде спорта, а первым бегуном был сам Геракл. В те времена бег считался неизменным атрибутом общественной культуры, а Аристотель даже публично осуждал родителей, чьи дети не приучены к такой естественной физической нагрузке, как бег. В чем же секрет, позволяющий этим нехитрым движениям оставаться на вершине популярности и востребованности у тех, кто следит за состоянием своего тела? Бег – это не только один из природных. Способов передвижения в пространстве свойственны не только человеку, но и животным. Это по сути результат деятельности скелета и мускулатуры, скоординированных между собой сложными физическими и физиологическими процессами. Группы мышц, которые задействуются во время бега, производят приблизительно тот же цикл движений, что и при ходьбе, но в отличие от нее, бег содержит в себе так называемую фазу полета. То есть в определенный момент тело отрывается от земли и не имеет под собой опоры в виде двух конечностей. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. В это время и происходит особая нагрузка на организм, которая позволяет задействовать не только конечности и скелетные мышцы, но и внутренние органы. Бегущий человек должен постоянно преодолевать силу гравитации, поэтому его кровоток оказывается в резонансе относительно бега, и таким образом в работу включаются даже самые мелкие капилляры. Редко используемые телом при обычном уровне нагрузки в течение дня. В результате такой особенной нагрузки происходит тренировка многих систем человеческого организма, поэтому результатом регулярного бега становятся такие положительные эффекты, как увеличение порога выносливости организма, укрепление сердечно-сосудистой системы, ускорение обмена веществ, поддержание иммунной системы, улучшение тонуса мышечных волокон и кожи, отладка работы нервной системы, регуляция эндокринной системы. Проще говоря, бег положительно влияет практически на весь организм, оздоравливая и укрепляя тело и душу, то есть на физическом и психологическом уровне. Природа сама создала человека и таким образом построила его тело, чтобы бегать было для него легко и естественно. Например, стопы – это практически совершенное устройство для выталкивания и амортизации веса тела, а голеностоп – идеальный механизм, сочетающий при беге сгибающие и разгибающие движения. Но нельзя отрицать и того факта, что мы с вами уже настолько отдалились от природы, что как незабавно это звучит, но учиться бегать нам приходится заново. Помните, как в детстве легко бежалась босиком по траве? Интересно, что африканские спринтеры-чемпионы используют почти ту же естественную технику бега. Она вызывает восхищение при наблюдении со стороны, но для того, чтобы бегать так же легко, приятно, а главное – безопасно, придется освоить некоторые правила. В противном случае не исключен риск травм, особенно при беге по жесткому покрытию. Правила спортивного бега и беговые тренировки могут быть очень разными, в зависимости от задач, которые ставит перед собой бегун. Это может быть похудение или сушка тела, развитие силы и совмещение кардионагрузки с увеличением массы. Но в любом случае существуют общие правила, соблюдение которых необходимо каждому спортсмену и профессионалу и любителю. Если вы внимательно посмотрите на олимпийских бегунов, то заметите разницу между их фигурами – стайры худые и жилистые, а спринтеры более мускулистые и массивные. Потому что для покорения длинных дистанций необходима прежде всего выносливость, а коротких – скорость и сила мышц. Что касается любительских пробежек, то с их помощью можно подтянуть фигуру, придать мышцам тонус и поддерживать тело в хорошей форме. Ведь именно к этому вы и стремитесь, правда. Тогда запомните следующее – питание. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Бегать лучше всего на пустой желудок, и вы сами можете в этом убедиться, попробовав разок пробежаться после еды. Кроме того, что это тяжело, то еще и вредно, потому что заставляет организм работать в стрессовом режиме и мешает нормальной переработке пищи. Бег после еды перегружает и желудок, и поджелудочную железу, что ощущается характерными болями сбоку живота. Озвучено Яндекс.Пичкит. Во избежание таких неприятностей, планируйте бег на утро до завтрака или так, чтобы между приемом пищи и тренировкой прошло не менее двух часов, тогда к началу забега желудок успеет опустить. Пища должна быть легкой и быстро усваиваться. По составу – белки и углеводы, но не жиры. Можно использовать и специальное спортивное питание, но этот совет актуален только для опытных спортсменов и людей с особыми целями – активное похудение, сушка тела и тому подобное. Всем остальным достаточно ограничить питание перед бегом нежирным омлетом, фруктами, овощным салатом или небольшой порцией каши без сливочного масла, но можно с орехами, сухофруктами. И не забывайте пить чистую воду. Жидкость активно расходуется организмом, когда вы потеете на бегу, и эти потери нужно восполнять. Можете пить перед тренировкой немного, чтобы вода не булькала в животе и во время передышек. После бега можно не ограничивать себя в воде, но в разумных пределах. Разминка. Подготовка необходима к любой физической нагрузке, а тем более к бегу, который задействует многие мышцы, суставы и связки. Даже недолгая разминка, состоящая из нескольких приседаний, наклонов в разные стороны, прыжков на месте и отжиманий подготовит ваше тело. Мышцы разогреются, станут эластичнее, сердцебиение и кровообращение ускорятся, активизируется подача кислорода тканям. Все это поможет вам почувствовать прилив сил для бега, повысить работоспособность и выносливость, бежать дольше и быстрее. И что особенно важно, избежать мышечных спазмов, растяжений и других травм, риск которых появляется при нагрузке неподготовленного тела. Дыхание. Во время бега вашему организму требуется больше кислорода, чем в спокойном состоянии или при неспешной ходьбе, и ваша задача дать ему возможность получить его в достаточном количестве, чтобы передать каждой клеточке. Кислородное голодание спровоцирует быструю усталость, которая просто не позволит вам продолжать бег. Чтобы этого не произошло, дышите равномерно и не разговаривайте во время бега. Используйте и нос, и рот, можно вдыхать носом, а выдыхать ртом. Что касается ритма и глубины дыхания, то они не только зависят от скорости вашего бега, но и от индивидуальных особенностей организма. Поэтому важно найти свой ритм дыхания, комфортный и позволяющий дышать естественно, не задумываясь над этим процессом и почти не контролируя его сознательно. Со временем это нормализуется и настроится само собой, а в первой тренировке просто изучайте свои ощущения и опытным путем подбирайте оптимальную глубину дыхания, темп и амплитуду вдохов. И выдохов. Экипировка. В принципе, для занятий бегом небольшой интенсивности не нужно никакой специальной одежды. Конечно, в туфлях и шлепанцах бегать не стоит, но подойдет любая спортивная обувь, если вам в ней удобно. Кроссовки все же предпочтительнее, чем кеды на тонкой резиновой подошве, потому что плотнее удерживают стопу и амортизируют движение. Но главное, чтобы обувь была комфортной, достаточно мягкой, подходила вам по размеру и не натирала, давила ноги. Все, что сверх этих условий, зависит исключительно от вашего желания и материальных возможностей. Возможно, нет смысла покупать дорогие беговые кроссовки еще до того, как вы решили, сделаете ли тренировки регулярными. С другой стороны, именно качественные и красивые кроссовки порой стимулируют продолжать тренировки. Так что все очень индивидуально. Выбор одежды зависит от сезона и погоды. Разумеется, она должна быть удобной и мягкой, спортивный костюм, лосина, шорты. В холодное время года наденьте на пробежку спортивную ветровку или свитшет, но не кутайтесь слишком сильно, чтобы не перегреться. Старайтесь защищать тело больше от сквозняков, чем от холода, потому что согреться при необходимости вы всегда сможете, увеличив свою скорость. А еще можете брать с собой наручные часы с таймером и секундомером, чтобы замерять свои достижения. Кроме того, можно использовать специальные спортивные GPS-трекеры в виде отдельных устройств или как приложение к смартфону, которые подсчитывают преодоленную дистанцию, время бега. Среднюю скорость, количество израсходованных калорий и даже потери жидкости из организма. Место для пробежек может оказаться и парком, и стадионом, и даже спортзалом. Смотря куда вам удобно отправиться рядом с домом, работа и тому подобное, текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Многие люди выбирают локацию поближе к дому, чтобы выбегать на тренировку с утра или перед сном. В этом случае подыщите небольшой уютный сквер или хотя бы бульвар, лучше подальше от проезжей части. Школьный или университетский стадион тоже прекрасно подойдут, там даже уже есть удобные дорожки, на которых и покрытие подходящее, и удобно контролировать длину забега. Но при большом желании можно бегать и вокруг своего дома в спальном районе, и по родной улице на виду у соседей, это лишь вопрос силы мотивации и поставленной цели. Бегать в спортивном зале с одной стороны удобно, сухо, не холодно, хороший пол, есть душ, с другой стороны не очень, мало места, мало кислорода, пейзаж не меняется. Так что, если возможно, отдайте предпочтение пробежкам на свежем воздухе. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Беговую дорожку мы сейчас специально не рассматриваем как альтернативу пробежкам, потому что это особый тип тренировки, имеющий свои особенности. Техника бега. Расправьте плечи и не сутультесь. При этом постарайтесь расслабиться и не напрягайте мышцы, чтобы придать им какое-то особенное положение. Поднимать плечи или сильно наклоняться вперед тоже не нужно. Для хорошей балансировки важно изначально правильно поставить руки. Для этого сожмите кисти в кулаки, но не сильно. Озвучено Яндекс Спичкит. Локти держите ближе к туловищу. Не болтайте ими из стороны в сторону, а согните под острыми углами. Движения рук помогают бежать легче и быстрее. Во время маха вперед поднимайте кулак приблизительно до линии груди. Второй кулак в это время совершает мах назад и оказывается около нижних ребер. Шаги не делайте слишком большими и не выбрасывайте ногу вперед, просто ставьте стопу под собой, сначала передней частью, а затем перенося вес на всю стопу. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Старайтесь не ударять пяткой по земле с силой, ступайте почти бесшумно. Жесткие удары стопы приводят к травмам, поэтому амортизация передней частью стопы так важна. Колени при этом полусогнуты, что обеспечивает дополнительную мягкость приземления. Вторая стопа ставится на поверхность не раньше, чем вес полностью перенесен на первую. Сделайте иначе, и вы начнете волочить ноги и шаркать ими по земле, так что нормально бежать просто не получится. При беге в среднем темпе делайте примерно три шага в секунду, это оптимальная скорость для стандартной пробежки. В целом ваш бег должен состоять из равномерных и как бы слитых воедино движений, которые вытекают одно из другого, как бы накатываясь вслед за предыдущим шагом и перенося ваше тело без рывков. Подпрыгивание и пауз. Не старайтесь бежать быстро, намного эффективнее бежать в правильной технике. Позволяйте себе отдохнуть, если это нужно, или если дыхание сбилось, а пульс слишком участился. Только в этом случае бег станет отличной тренировкой для сердца и сосудов, а не изматывающей нагрузкой на них. Программа беговой тренировки для начинающих целью занятий бегом может быть укрепление организма, повышение выносливости, похудение и даже подготовка к соревнованиям по бодибилдингу. Со всеми этими задачами бег, как универсальная аэробная нагрузка, прекрасно справляется. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Профессиональные бегуны и спортсмены других направлений занимаются посложным индивидуальным программам, позволяющим достичь конкретных результатов. Но раз вы обратились за базовой информацией, изложенной в этом материале, то, скорее всего, не относитесь к их числу и только начинаете знакомство с этим видом фитнеса. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Поэтому можете воспользоваться программой беговой тренировки, которая разработана специально для новичков, укрепляет тело, приносит радость, дает возможность полюбить бег и получить. От него настоящее удовольствие и пользу. В первый день, выйдя на тренировку, постарайтесь бежать в том темпе, который покажется вам комфортным, в течение хотя бы 10 минут. Если устанете, можете перейти на быстрый шаг или замедлить его до подходящей скорости. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Когда дыхание восстановится и силы вернутся, снова бегите. Через 10 минут после начала забега запомните то место, где вы находитесь, и можете на сегодня отдыхать. На следующий день повторите вчерашнюю тренировку, но попробуйте за то же время преодолеть хотя бы немного большую дистанцию. Повторяйте этот трюк ежедневно или на каждой следующей тренировке, но тренируйтесь не меньше 3-4 раз в неделю. Ваша задача на первом этапе – постепенно довести время пробежки до 20 минут. Это займет от пары недель до месяца, в зависимости от уровня вашей физической подготовки и частоты тренировок, затем до 40 минут. Для увеличения нагрузки можете взять в руки легкие гантели или надеть на плечи небольшой рюкзак. Начинайте и заканчивайте дистанцию на меньшей скорости, чем в ее середине. Озвучено Яндекс Спичкит. На финише не останавливайтесь резко, а пробегите еще немного по инерции до естественной остановки, снести скорость до легкого бега трусцой, потом ходьбы. Со временем начинайте относиться к пробежкам как к получению удовольствия. Меняйте маршруты и время тренировок. Находите новые интересные пейзажи, бегайте по полям, холмам и паркам. В выходной день можете устраивать пробежки, совмещенные с поездкой за город. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Когда адаптируетесь к нагрузкам и пробежки будут даваться вам легче, попробуйте интервальный бег. Он считается наиболее эффективным способом сжигания жира и тренировки сердечной мышцы. Интервальный бег заключается в чередовании большой и малой скорости. Сначала вы должны бежать в медленном темпе, затем резко ускориться, а через полторы минуты снова замедлиться для восстановления пульса и дыхания. Затем цикл ускорения и замедления повторяется. Озвучено Яндекс Спичкит. Для удобства интервальных забегов можете даже условно разделить свою дистанцию с помощью ориентиров, которые подскажут, когда нужно ускорить, а когда замедлить бег. Но не старайтесь ускоряться на износ. Смысл интервального бега не в максимальной скорости, а в перемене нагрузки. Если после пробежки у вас остались силы на небольшую зарядку, то сделайте несколько упражнений на гибкость и растяжку. Они пойдут на пользу и вашим мышцам, и суставам, и общей выносливости организма. Занимайтесь бегом правильно, то есть соблюдением техники и получением удовольствия от пробежек. Найдите свой собственный комфортный ритм, распорядок и маршрут. Во время бега чувствуйте, как ваше тело наполняется силой, как оно не расходует, а увеличивает запас энергии, как легкие наполняются воздухом, а кровь играет в жилах. Пробежки в лесу или большом парке – это еще и прекрасный способ насладиться единением с природой, полюбоваться свежей зеленью и послушать пение птиц. В общем, бег – это действительно естественный для человека и очень приятный вид физической нагрузки. Тот самый, который дает возможность не только заниматься спортом из рациональных побуждений, но и полюбить его всем сердцем. Здоровым, крепким сердцем, благодаря бегу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.